это программа день с толком студии татьяна голубева здравствуйте смотрите в этом выпуске перекрывают кислород как по новому закону банки будут вести борьбу с мошенническими переводами целая детективная история развернулась барнауле хозяева не могут вернуть пуделя которого держат в заложниках спицы в руки спустя 20 лет осужденные барнаульских колоний вяжут детские носочки для недоношенных в россии разработали новый комплекс мер от мошеннических переводов закон вступил в силу с 25 июля теперь перед проведением операции по переводу средства банки обязаны будут сверять реквизиты этой операции с базой данных банка россии о случаях и попытках мошеннических операций без согласия клиентов если же банк увидеть что человек пытается перевести деньги на мошеннический счет то транзакция будет приостановлена на два дня а клиенту придет уведомление с указанием причины и срока при остановке если же банк не исполнил требования законодательства и все же перевел деньги на те счета которые фигурируют в базе данных банка россии как мошеннические то в таком случае он обязан вернуть деньги похищенные у гражданина и возвращать он должен их в течение 30 дней если этот перевод совершен внутри страны если же это будет трансграничный перевод то в течение 60 дней в настоящее время кибермошенничество процветает похищаются большие суммы этот комплексный подход повысит защиту людей от действий злоумышленников банк россии будет следить как финансовые организации исполняют нормы законов пожилая жительница барнаула с диагнозом сахарный диабет на протяжении многих лет сбоем добивается положенного инсулина пенсионерку периодически переводят с одного препарата на другое это наносит организму серьезный вред сахар устремляется вверх снижать приходится подходящим препаратом частенько покупать его пенсионерки приходится за свои деньги вот здесь я записываю вот утром сегодня был 9 и 2 сахар диагноз сахарный диабет валентине метрохиной поставили больше 30 лет назад коварную болезнь сначала сдерживали таблетки со временем они перестали справляться женщины перевели на инсулин ей прописали определенный зарубежный препарат сахар пришел в норму однако начались перебои с поставками подходящее лекарство перестали выдавать бесплатно пожилую женщину перевели на другой инсулин эксперимент привел к серьезным побочкам во первых зуд был страшен и потом живот это вообще что-то невыносимое было вот и зуд и язык отек глаза чесались у меня страшно чесались глаза сахар конечно полез вверх во первых стресс для организма страх я же испугалась конечно во первых я испугалась того что я дома и без без стационара а это делать нельзя я в шоке от этого я честно в шоке потому что ну нельзя так с диабетиками делать после многолетней борьбы пациентки вернули подходящий инсулин но сегодня она боится что в любой момент поставки импортного препарат препараты прекратятся и игры со здоровьем продолжатся отметим в последнее время алтайские пациенты страдающие сахарным диабетом все чаще сталкиваются с проблемами лекарственного обеспечения почему в регионе диабетиков массово переводят на аналоги расскажем в ближайших выпусках ждем ответ от министерства здравоохранения в нашу редакцию обратилась семья из барнаула который уверяет что их собаку держат заложника хозяева пса уже сидят на антидепрессантах а те у кого собака может находиться не отвечают на звонки как 10-летний пудель мартын оказался в чужих руках смотрите подробнее в нашем сюжете пока вот бегаю еще чем-то занята голова домой прихожу все начинаю ведь уже и так уже почти три недели в начале июля у светланы потерялась собака пуделя мартына быстро нашли в районе пассажа но не все так просто сегодня светлана и ее группа поддержки уже от отчаяния собрались на улице чайковского 35 надеясь встретить девушку ирину которая нашла мартына и проживает здесь ирина сразу разместила объявление а когда хозяева вышли на свою спасительницу девушка перестала отвечать на звонки и сообщения нам-то она ничего не сказала в этих соцсетях начала писать о том что хозяева плохие что они в пьяном угаре его потеряли что они его там не кормят не это не не ухаживает за ним алкаши своих собак не ищет как факт показывает практика наша показывает что если собака убежала больная тем более старая ее никто никогда не ищет убежала и слава богу у мартына непростая судьба сейчас ему почти 11 лет несколько лет назад у него умерла хозяйка ее родственники выставили объявление чтобы отдать кому-то старого больного пса семье светланы стало жалко мартына так у пуделя появилась новая любящая семья мартына пролечили пришлось удалить почти все зубы лохматый и сейчас нуждается в лечении но где он неизвестно есть лишь последние кадры когда мартын находился на передержке и вероятно скучал по своей семье то такое то случилось чё ты плакаешь а чё плакаешь на передержке мартын был недолго девушка ирина которая нашла пуделя через пару дней отдала собаку мимо проходящей женщине при этом по словам ирины никаких контактов она не взяла хозяева мартына в это не верят но то есть вы просто были уверены в том что первая похожая женщина внушила вам доверие и вы решили отдать собаку я была уверена на сто процентов вот она сказала что она отдала в хорошие руки в добрые руки что хорошая женщина но откуда ты знаешь что она хорошая если ты в первый раз видишь семья мартына считает что ирина прекрасно знает где сейчас собака по их словам пудель может находиться на донском проезде у подруги ирины на прошлой неделе хозяева мартына уже написали заявление о краже в полицию и просит обращаться по этому телефону если кому-то что-то известно о пуделя семья мартына все еще верит что он вернется домой пускай он умрет на руках доживет свой остаток дней у любящих родителей а не у чужих людей не дайте случиться непоправимому вы сокращаете сейчас его дни вы воруете его жизнь и воруете жизнь вот этой женщине которая на инвалидности которая сидит сейчас на антидепрессантах девочки верните вас умоляет весь город вернуть собаку ирина корчагина алексей фризин день с толком продолжим производство питьевой воды значительно выросла в крае по сравнению с прошлым годом причин несколько среди них высокий спрос на бутилированную воду в период весеннего половодия и во время жары только за первые шесть месяцев этого года по сравнению с прошлым алтайские предприятия выпустили питьевой воды на 16 процентов больше об этом сообщил руководитель краевого управления пищевой и перерабатывающей промышленности во время пресс-конференции по посвященной итогам сферы за полугодие глава ведомства отметил что это лето очень жарко и концу 2024 общий объем производства воды и напитка в целом скорее всего станет еще более внушительным предприятия начали больше ну то есть выше на максимальную мощность соответственно это дал прирост выросло в крае производство некоторых видов пищевой продукции среди них сыры крупы и масла но при этом меньше стали перерабатывать мясо и выпускать молока сметаны и другой цельномолочной продукции а вот в сфере производства муки ситуацию алтайских предприятий неоднозначная в россии уже муки больше не продать потому что потребители больше не становится к сожалению и только можно счет экспорта увеличить объем производства поэтому те компании которые сегодня активно участвуют в экспортной деятельности сохраняют уровень прошлого года объема производства те компании которые не работают на экспорт к сожалению снижают и дают снижение по итогам полугодия 4 процента к уровню 23 года добавим по предварительным оценкам объем экспорта продукции агропромышленного комплекса края по итогам этого года может достигнуть 550 миллионов долларов елена макаренко дмитрий денисов день с толком новую школу в квартале 2011 планируют достроить в декабре этого года на выездном совещании глава барнаула вячеслав франк проверил ход работы также рассказал что в соседнем квартале начнут строить еще одну школу и это в итоге позволит разгрузить другие образовательные учреждения в индустриальном районе подробности далее новую школу в квартале 2011 строят по региональному проекту современная школа она рассчитана на 550 мест при односменном обучении а в две смены более тысячи учащихся стоимость работ больше 908 миллионов рублей на средства городского бюджета а это 109 миллионов планируется приобрести мебель и современное учебное оборудование порядка 14 тысяч людей здесь проживает если говорить об 11 квартале в котором мы находимся то конечно мы удовлетворяем потребность еще раз в образовании в две смены около тысячи детей сюда сможет ходить завершить строительство школы в квартале 2011 планируют в декабре сейчас строители ведут работы по монтажу внутренних инженерных систем шпаклюют стены укладывают облицовочную плитку на стены и пол вставляют окна и занимаются отделкой фасада объект готов на 62 процента мы сегодня занимаемся уже начали закупкой оборудования для того чтобы все условия были созданы строители строят нам здания все что касается материально-технического обеспечения также в процессе занимается этим уже как раз директор школы то есть выделено порядка 108 миллионов рублей на формирование материально-технической базы школа в квартале 2011 станет вторым корпусом лицея номер 52 уже сформировали пять первых классов учащиеся которых 1 сентября пойдут в школу номер 84 а когда завершится строительство учебного заведения перейдут в новое здание в этом же году в индустриальном районе начнут строить еще одну школу в квартале 2033 она будет рассчитана на 1100 мест таким образом благодаря двум новым школам удастся разгрузить образовательные учреждения индустриального района дмитрий дроздов день с толком и еще немного школьной темы в госдуме предложили ввести основы самозащиты для девочек школьниц старших классов с инициативой вышла депутат анна скрозникова которая считает что насилие в отношении женщин в семье и обществе набирает обороты а самые уязвимые несовершеннолетние что об инициативе думают барнаульцы выясняла наш съемочная группа я бы наверное относилась положительная в моей школе что-то подобное было но как бы немного по-другому называлась и вместе с уроками об уже было связано то есть мы и стрелять учились и какие-то определенные приемы там самые простые кажется в наше время учитывая что у нас периодически сводки читая что там то здесь чего-нибудь происходит именно относительно безопасности представительниц женского пола очень актуально может быть в наше время и нужно много 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 пошло негативных таких явлений профилактика полезно девочка должна за себя постоять мало ли может ее обидят в современном мире правильно наверное нужно потому что много людей которые у которых сейчас есть разваление развеяние личности которые много видят жестокого обращения и поэтому могут плохо себя вести я всегда к самообороне положительно относился потому что самооборона то есть самооборона в первую очередь сейчас ситуация такая что много конфликтных ситуаций бывает происходит и так далее неконтролируемых каких-то вот и в большинстве случаев приходится применение какой-то физической силы а девушки как бы они всегда были беззащитными и так далее самооборона жизненно необходима мне кажется на любом этапе жизни девочка должна себя защитить она кстати не очень слабый пол к другим темам спицы в руки и вперед осужденные барнаульской колонии строгого режима вяжут вещи для недоношенных детей на сегодняшний день к социальному проекту дарю тепло присоединились уже пять алтайских колоний почему мужчины в неволе помогают малышам которые родились раньше срока узнавал валентина скерва детские вещи от татуированных мужских рук осужденные колонии строгого режима вяжут для недоношенных малышей шерстяные носочки среди мастеров вязания андрей ленов один из героев проекта нашего телеканала я раскаиваюсь последний раз он брал спицы в руки 20 лет назад в детском доме но несмотря на перерыв моторика все вспомнила приходилось вязать в детском доме научили сегодня меня получается пригласил начальник отряда сказал что приедут люди которые занимаются вязкой для детей решил вспомнить как это ну как видите получается по статистике в алтайском крае рождаются сотни недоношенных малышей так в прошлом году раньше срока на свет появились около полутора тысяч детей весом до двух килограммов все они нуждаются в шерстяных носочках шерстяные носочки нужны для того чтобы был рефлекторный массаж стоп для того чтобы ребятишки не забывали дышать то есть делать вдох и реже у них случались одно ежегодно в рамках социального проекта дарю тепло волонтеры вяжут сотни пар носочков в добром деле вот уже шестой год подряд помогают алтайские осужденные у кого нет навыков вязание координатор клуба двадцать восемь петель дает мастер-класс у меня детей нету как бы но для детей конечно да и мокрый весь сижу как бы мне не получается на мне очень охота связать там свои ну чтобы моя пара была там тоже по традиции теплые подарки от осужденных мужчин передадут в краевой клинический перинатальный центр дар осенью международный день недоношенных детей валентина аскерова день с толком в барнауле прошел форум семейного предпринимательства участники рассматривали бизнес со всех сторон от уникальности идей до уязвимых мест к тому же выяснили как теория поколений помогает управлять бизнесом и как выстраивать стратегию бизнеса если взгляды детей отличаются от взглядов отцов далее подробнее в год семьи предпринимателей решили поговорить о семейном деле форум мой бизнес моя днк впервые провели в алтайском крае в рамках нацпроекта малое и среднее предпринимательство основная идея мероприятия организованного центра мой бизнес сохранение семейных ценностей поддержания взаимосвязи и партнерство через призму ведения фамильного дела а также продемонстрировать не только похожесть но и отличие подходов к ведению бизнеса на региональной сессии представители власти и предпринимательского сообщества поговорили об уникальности семейного дела и о мерах его поддержки а приглашенные эксперты среди которых были бизнес психолог андрей заостровский основатели текстильная компания red matter наталья машинистова и александр вепрев а также потом о крупнейшей купеческой династии дмитрий абрикозов который и сейчас продолжает дело своих предков руководит известным кондитерским концертом бабаевский делились опытом как развивать следующее поколение владельцев и почему предпринимательство это всегда про изменение мира вокруг себя а хедлайнером форума выступил дмитрий гриц адвокат и эксперт по построению бизнес-партнерства он рассказал о юридических аспектах ведения семейного бизнеса и на примерах из практики разобрал наиболее частые конфликты и пути их решения а завершился форум созданием арт-объекта который должен напоминать о нерушимой связи поколений дмитрий дроздов день с толком самым литературным местом этих дней стал центр бийска накануне на петровском бульваре торжественно открыли большой книжный фестиваль ярмарочные ряды с новинками от ведущих издательств страны встречи с известными писателями литературные мастер-классы все это под открытым небом о том как культурное событие встретили бичане в нашем материале лето солнце книги биск встречает гостей большим книжным фестивалем его открытие состоялось вчера на петровском бульваре из разных уголков россии приехали представители четырех десятков издательств прилавки пахнут свежей типографской краской ну как мимо такого разнообразия пройти мы пришли просто посмотреть потому что первый раз такое мероприятие конечно нам было любопытно и вот мы остались очень довольны покупки сделали конечно хотелось бы еще посмотреть ярмарочные ряды пестрят обложками здесь фантастика соседствует с романами а исторические повести с комедией и нонфикшен стандартные магазины это уже вчерашний день потом здесь как правило целевая аудитория люди пришедшие за книгой они случайно проходящий вкусы различные кто-то интересуется детской литературой как раз у меня разно жанровость максимальная каждый находит что-то свое большой книжный фестиваль в бийске органично вписался в программу шукшинских дней на алтае имя писателя земляка звучит в эти дни особенно часто взял три книги шукшина вот они у меня лежат люблю читать у меня были его книги первые книги были что потом раздал пускай другие почитают особенно молодежь новые книги лишь часть программы книжную ярмарку разбавили мастер-классы лекции литературные мастерские всего более 130 мероприятий от писателей библиотекарей книгоиздателей идею проведения фестиваля поддержала профильное министерство книжный фестиваль он отличается от любого массового мероприятия тем что человек который находится в зале то есть зритель и человек который находится на сцене допустим ну перформер там автор они могут встретиться глазами нигде ни на каком концерте ни в каком ни на каком там спортивном соревновании так это невозможно зритель может сказать все что он думает писателю про него и писатель услышит можно подойти поговорить и понять друг друга а сейчас я хочу ко всем собравшимся обратиться с одной простой просьбой дорогие друзья вот там очень много книг идите и купите их все работа фестиваля будет продолжаться до воскресенья то воодушевление которое здесь царит наверняка поможет сделать большой книжный фестиваль незабываемым евгения жутва кристина чернова андрей сегаев день с толком и к новостям спорта алтайский тренер по кикбоксингу возглавил команду сборной россии спортивное сообщество в ожидании матча темп динамо в рамках кубка страны об этом и других новостях спорта расскажет дмитрий дровздов в мире кикбоксинга перемены новым главным тренером сборной россии в дисциплине фулл контакт стал наш земляк александр бирюля кто не знает он старший тренер школы стик александр бирюля мастер спорта международного класса а его тренерская карьера перевалила за третий десяток бирюля за эти годы подготовил двух мастеров международников семь мастеров спорта и несколько десятков кандидатов в мастера спорта россии для меня предложение по работе со сборной страны престижно и интересно открываются новые возможности у меня будет шанс показать свои наработки я прихожу в команду с хорошим рабочим настроением совсем скоро отправляемся на сборы мне будет интересно поработать с ребятами из различных регионов посмотреть их школу и показать им свою совсем скоро стартует кубок россии по футболу и барнаульские команды примут в нем участие так на стадии 1 256 вновь будет барнаульская дерби темп против динамо прошлые два матча вызвали огромный интерес среди сми и болельщиков матч был самым посещаемым за спортивный сезон а в этом году даже подогревать интерес к матчу не нужно футбольная судьба подарила нам главную интригу завьялов и хугаев экс игроки динамо в этом противостоянии будут защищать цвета темпа два хороших футболиста которые делали погоду в динамо сейчас они в темпе и естественно это подогревает только интересы будет любопытно понаблюдать как именно эти игроки проявят себя в этом матче в этом году шансы команд 50 на 50 у темпа очень классный состав этом году подобрался ну и динамо сейчас как ну по крайней мере последнюю игру перед большой паузой выиграли главная интрига это владимир завьялов человек который чудесным образом лишился места в составе динамо можно сказать даже был изгнан из состава динамо бывший капитан команды один из лидеров а так и вот сейчас он станет темпа принципиальнейшего соперника динамовского и и лично я жду вот чего завьялов выйдет завьялов забьет и завьялов забьет два от зеленого газона холодной катуней в алтайском районе прошел фестиваль вейкин рок 2.0 по вейкбордингу это экстремальный вид спорта который включает в себя элементы воднолыжного слалома акробатику и прыжки отметим что наш вейк парк единственный в сибири расположены на искусственном водоеме на турнире было более 30 спортсменов из алтайского края москвы ханты мансийского автономного округа кемеровской новосибирской и томской областей чаще других на пьедестал поднимали спортсмены из новосибирска дмитрий дроздов дмитрий денисов день с толком а на этом у меня все об актуальных и интересных новостях сообщайте по телефону редакции 205 545 через несколько секунд о погоде мира и добра всем до встречи дмитрий депутат